Приветствую вас! Во-первых, никто осуждать вас у вас не будет. Это первое. Потому что мы здесь не для того, чтобы осуждать вас. Во-вторых, из вашего текста, как я понял, есть очень серьезный, ярко выраженный заброс на любовь. То есть вы хотите любви. Вы хотите любви. Вы хотите знать, что с вами все хорошо. Вы хотите, ну, признать признание. Слово признание, может быть это будет слишком громко звучать для вас. Я думаю, вы не согласитесь с ним. Но то, что вы хотите любви, то, что вы недополучили любви. В том числе и от своего отца. Который, как собаки. Да? Я предлагал вам поесть сало. Вот мне кажется, что здесь, собственно, и кроется основная беда. То есть вся ваша история, вся ваша история, эта история, по сути дела, про недолюбленность, про стремление получить любовь. Ну, вот, как это видит мне. А это, в свою очередь, уже, ну, такая, знаете, достаточно, достаточно, достаточно негативная. Креативная позиция от родителей. Достаточно негативная родительская позиция. Какая я? Для чего я живу? Выдаёте вы себе вопрос. Если вы посмотрите на свой жизненный сценарий, да? Если вы изучите его, то впоследствии вероятно обнаружите, что никогда не жили для себя. Вообще. То есть, то есть лично для себя. Лично для себя. А вы ничего не делали. Вы делали... Постоянно что-то для других. Вол... Постоянно что-то вы делали для кого-то другого, для своих родителей, для своих, эээ, значит, молодых людей, возможно. Вот. Но не для себя. И вот эта позиция, да, эта позиция, первое, с чем вам стоит познакомиться, то есть ваш определенный сценарий жизненный, при котором вы для себя, по сути, для себя ничего не делаете. То есть определенный жизненный сценарий, при котором вы, по факту, не воспринимаете себя, свою жизнь, как ценность. Как ценность именно в себе. Вот. И это, собственно, основная проблема. И то, что вы делаете сейчас, это, по сути, наказываете себя за, вероятно, на недостижение того результата, да, который вы хотели бы. То есть как вот вы, наверное, полагаете, что вы должны, вы должны достичь каких-то аспектов, вы должны достичь каких-то определенных условий для того, чтобы, ну, грубо говоря, быть достойной, например, жить. А поскольку вы этого не достигли, например, вот, не родили ребенка, то, соответственно, вы даете вопрос себе, для чего я здесь, и отказываетесь от еды. То есть это, по сути, такая программа на самоуничтожение. Вот. Я не знаю, насколько у вас есть сложности с отцом вашим. Вот. Этого я не могу знать. Но, тем не менее, мне кажется, что проблема здесь вот первая, это именно такая потребность в любви. И потребность в любви, это потребность в позитивном подкреплении того, что вы делаете. Это, так называемый, банк позитивных поглаживаний. То есть банк определенной положительной для вас обратной связи, которую вы, скорее всего, опять же, не получаете. Я, конечно, не знаю, не знаю, может быть, я ошибаюсь, но из того, что вы пишете, из того, что вы вот описываете, ситуация складывается именно так. Итак, это первый аспект. Аспект второй касается принятия себя. то есть вам скорее всего я, опять же, не буду сейчас утверждать это наверняка, но скорее всего скорее всего ребенок, которого вы хотите, хотите и которого вы не смогли начать и выносить. Так вот. Ребенок, скорее всего, вам нужен потому, что для себя вы не живете. вы либо не привыкли жить для себя вообще совсем. Вот. Либо вы когда-то отказались от того, чтобы это делать. жить для себя и следовать своим желаниям и так далее. Возможно, возможно, за это ответственны также ваши родители, которые не показали, не показали вам, что ваши желания достойны того, чтобы реализовываться, чтобы осуществляться и так далее. Возможно. Я не знаю наверняка. Наверняка я эту историю, конечно, не знаю. не знаю. Но мне видится так. И вследствие вот этого, вследствие того, что вы себя не принимаете и вследствие того, что нуждаетесь в любви, то есть, вот некая базовая потребность в эм надо так сказать, в основном, да, в основном, некая базовая потребность не была удовлетворена ваша и не удовлетворена до сих пор. Вот. Страдает в известной степени экзистенциальный смысл, экзистенциальный аспект вашей личности. То есть, вы не знаете, для чего вы здесь, вы не понимаете, зачем вы здесь и так далее, ведь нет смысла. Кроме ребенка, больше смысла жизни нет. И это для вас реальность. Вот. И, конечно, эта реальность, эээ, совсем не ваша. Конечно, эта реальность, эээ, не та, что создали вы, а это реальность, созданная вам. Вот. То есть, нужно вот это, эээ, хорошо понимать. Эээ, что касается здоровья, то, по здоровью, конечно, возможно, вам, эээ, придется, получить какую-то помощь, эээ, медицинскую, потому что, эээ, у вас, может быть, ведь я, опять же, не берусь, эээ, наверняка это утверждать, да, но вполне возможно, что у вас уже есть эээ, зависимость, эээ, химическая, эээ, от препарата, который вы принимаете. Вот. И, соответственно, тут, возможно, вам потребуется помощь, эээ, помощь именно, врачей. Вот. Эээ, ну, в остальном, в остальном, я полагаю, что это вот, эээ, значит, проработка этих моментов. Как? Как именно? Да? А, значит, через работу со своими качествами, через, эээ, изменением представления о себе, вот, а, через, а, значит, корректирование, корректирование, эээ, своего места в жизни, например, тех же родителей, эээ, которые, которые у вас, которые, я, ясно относились к вам, ну, не так, чтобы очень. То есть, вот эта вот ваша, эээ, фраза, что, эээ, что со мной не так, да? Вот. То есть, вы себе, вы себе задаёте этот вопрос. Что со мной не так? Хотя, в действительности, с вами, ээээ, всё в порядке. Просто вы, действительно, выбираете себе мужчин, эээ, вам не подходящих. И не случайно. Вы не случайно выбираете себе таких мужчин, потому что, эээ, в глубине души, я уверен, вы не считаете себя, ээээ, достойной, ээээ, близости, достойной, эээ, того, чтобы быть счастливой, достойной того, чтобы, ээээ, значит, ну, иметь семью, ээээ, женское счастье, ээээ, свое, и так далее. Вот. Я думаю, так. Теперь, ээээ, давайте пройдёмся немножко по вашему тексту. Значит, как избавиться от зависимости кроллом и слабительных таблеткам? Ну, во-первых, ээээ, значит, если от зависимости кроллом избавиться, в принципе, можно, потому что, ну, понятно, что зависимости, ээээ, кроллом, это следствие вашей неудовлетворённости, это следствие определённых, ээээ, проблем, вот, это понятно. То слабительные таблетки, это, конечно, уже, ээээ, область врачей, эээ, не будучи врачом, я, соответственно, не могу и, ну, не считаю, эээээ, в возможном здесь что-либо комментировать, ну, вот, а роллы, это не что иное, как потребность в любви, это оральное поведение, можете про него почитать, оральное поведение, вот. И я думаю, что вам, в принципе, всё самое станет понятно, вот. То есть вы срываетесь на розу, не просто так, вы срываетесь на розу, потому что так вы получаете, ээээ, то, чего вам, эээээ, значит, не хватает. То, что вам нужно, что-то позитивное подкрепление, признание себя, там, и так далее. Вот. А, я думаю, что, как правильно сказал вам мой коллега, эээ, Борис, эээ, Борис, эээ, Пустинский, да, что, те события, которые привели вас к этому, к этому, их можно, ээээ, подкорректировать и, тогда вам просто, эээ, будет не нужно придерживаться, ээээ, модели поведения, эээээ, Которую вы придерживаетесь сейчас, и в зависимости это всегда по прем, это всегда желание, желание, и желание это всегда, на самом деле, рэкетное, рэкетное, то есть, неестественное, то есть, это желание, которое вы удовлетворяете, ну, деструктивным, трудоемким, ложным путем, путем, к сожалению, потому что был запрет, да, то есть, вот когда, например, допустим, девочки, да, девочки, говорят, что, например, ты должна быть сильной, допустим, да, вот, ну, просто допустим, ты должна быть сильной, говорят девочки, вот. Когда она, значит, соответственно, плачет, да, или когда ей, как-то вот не по себе, не по себе, вот в такие моменты, когда девочка плачет, вот, она учится, она учится тому, что плакать она, например, не должна, что если она плачет, значит, она слабая. И теперь, теперь, вот, какая-то кавералка, когда такая девочка, женщина, да, хочет, например, поплакать, да, она проявляет совсем другие чувства, то есть, она вместо слез, например, проявляет там сдержанность и так далее. Это классический пример рыкотного чувства. Ну и, соответственно, у вас то же самое. За едой и за тем, что происходит сейчас с вами скрывается, вот, все по-прежнему, все по-прежнему, а каверик я говорю. Так, значит, дальше, я надеюсь, меня не будут осуждать, вот здесь вот у вас уже есть неуверенность в себе и стыд, стыд это непринятие себя. Своё имя я не буду говорить, но можно ко мне обращаться, как мы. Ну вот, то же, здесь у вас, скажем так, есть склонность к закрытию. То есть, а я что-то скрываю. Вот вопрос, да, вы не называете своего имени, почему? То есть, что такого страшного в этом вашем имени? А дальше, если мы узнаем ваше имя, да, даже если мы будем его знать, мы всё равно никак не сможем его использовать. Ну, потому что мы не знаем, где вы живёте, мы не знаем, кто вы, да и, в общем-то, не нужно нам это, понимаете? Вот. Вот. Но! Вы сами, вот, тем, что не говорите своё имя, создаёте такую ситуацию, что возникает сомнения в том, готовы ли вы работать. Ну, вообще, дальше, с психологом. Вот. И тем самым, вы себя, по сути, делу, дискредитируете. Вот. Что, опять же, вам, ну, понятное дело, дело, я надеюсь, на пользу не идёт. То есть здесь вы, как бы, как бы, сами себе вредите, тем, что вы не хотите быть откровенными и полностью с нами. Скрыли имя, скрыли что-то ещё. Я отказываюсь от еды, перешла на жидкое питание. Значит, иногда срывают на роллы сладко. Ну, по поводу отказа от еды здесь можно задать вопрос, если лучше его вы отказываетесь от еды, но вы потом это раскрываете. То есть срываетесь на роллы сладко, об этом я уже сказал. Я стараюсь есть 200-300 килокалорий до 12 дня, после чего пьют чай с молоком, куриц-куриный бульон и т.д. Если хочется другую еду, я её жую, выплёвываю и не могу пригласить. То есть здесь у вас, видимо, стоит определённый блок на принятие пищи. Вот. Какой это блок? В результате чего этот блок появился? Вот. Нужно выяснять. Что значит, что я не могу пригласить пищу? Что значит, что я жую еду и выплёвываю её? То есть это, знаете, это какие-то, какие-то последствия. Это какие-то последствия того, что с нами происходит. А, так, если я глотаю, чувствую мерзкое чувство переполненного живота и возникает желание избавиться от съеденного. И ем слабительное. Вот это чувство, чувство, чувство мерзкого, эээ, чувство мерзкого, мерзкого переполненности живота, живота. Это и есть, по сути, эээ, рекордное чувство. То самое рекордное чувство, о котором я говорю. То есть это чувство, эээ, вытисленное, вытисленное, сублимационное. За ним скрывается чувство настоящее, либо гнев, либо печаль, либо боль, либо радость, либо страх. Так, но вы, эээ, значит, данное чувство, эээ, выразить не можете, либо не можете, либо у вас нет возможности этого сделать, либо вам запретили. Это делать. То есть тут я, конечно, конечно, не знаю. И в итоге, в итоге, это выращается вот в эээ, вот таком победительном. Вот. Которое, конечно же, эээ, не является ваш, вашим до конца. То есть понятно, что это поведение не ваше. Вот. Итак, почему, эээ, чувство в животе мерзкое? Откуда желание избавиться от сведенов? Чем обусловлен выбор именно слабительных? Вы пишите, я просто не могу перенести это мерзкое чувство насыщения. Чем оно мерзкое? А, вот вы говорили про беременность. И, может быть, может быть, чувство насыщения и переполненного живота у вас связаны именно с ней, с беременностью. А беременность это напоминает о том, что вы несостоятельны как женщина. То есть эдакий комплекс, получается. Но, правда, тут нужно выяснять, насколько это действительно так. А если вы, значит, чувствуете, что вы неполноценный как женщина, вот, то это уже определенная установка. Скорее всего, как правило, совершенно не ваш. Вот это можно корректировать. Это можно корректировать и с этим уже можно будет что-то делать. После того, как они будут выявлены, вот, эти установки. То есть, по какой причине, да, беременность, это, ну, беременность и наличие ребенка, то есть определяет вас как женщина. А может быть вы всегда сомневались в себе, в своей женственности? И, может быть, именно эти сомнения в своей женственности и стали причиной того, что вы не можете построить отношения с мужчинами. Вот. Согласитесь, позиция довольно-таки логичная здесь. Поэтому я думаю, что этот вариант, как минимум, стоит рассмотреть. Дальше. Так. Значит. Ни боль в силоте, ни бессонные ночи, ни жуткая диарея не останавливает меня. Но это, скорее, наказание, которое вы считаете, должны им есть. А я чувствую ненависть в идее к людям, когда они едят. Ненависть, это тоже достаточно интересное чувство. Значит. Ненависть, это тоже рейкетное чувство. То есть оно, по сути дела, также неестественное для человека. Вот, например, в психоанализе принято считать, что ненависть испытывают люди, которые видят в предмете ненависти препятствия для достижения своих целей, препятствия для достижения своего удовольствия, препятствия для получения какого-то, значит, равновесия, скажем так. Вот. И ваша ненависть, скорее всего, из той же серии, вы ненавидите, потому что вы в действительности этого хотите-хотите, но себе запрещаете. Отсюда и раздражение, отсюда и негатив, отсюда и вот, значит, ну, подобная, подобная реакция. И опять же, опять же, с природой ненависти, на мой взгляд, также нужно разбираться. То есть, что стоит за ненавистью вашей? Что за ней стоит? Как она себя проявляет? Это, это, вот, ненависть. То есть, нужно здесь исследовать, на мой взгляд, так называемые эмоциональные, эмоциональные следы. Вот. И... Тогда... Вы сразу поймёте, в чём ваша... В чём причина вашей... Вашей... Ненависти. Вот. Увидите, что за ней стоит, и сможете уже... Перестать испытывать именно это чувство. Само всё равно, само по себе, это, по сути, механизм защиты. То есть, я ненавижу то, что... То, чего хочу, и я, соответственно, удерживаю себя, ну, вот, в том равновесии, в каком я нахожусь. Вот. А, по сути, я продолжаю, продолжаю... Страдать. Так. Значит, дальше... Так, ну, тут вы про родителей говорите. Вот, скорее всего, эээ... Как-то ваш отец относился к какие-то. То есть, почему? Эээ... Вы считаете, что отец предлагал вам... эээ... Сава и предлагал вам его как собаку? То есть, откуда вот именно... Именно... Такое восприятие... 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 С чем оно связано? Именно такое восприятие. Нет. Это... Действительный... Посыл... Эээ... Вашего... Отца... К вам... Такой. Или... За этим стоит что-то, что-то еще. Может быть, эээ... не знаю, какой-то конфликт, может быть, эээ... Какое-то... Непонимание... Недопонимание... Эээ... Может быть. То есть, мне кажется, что это... Также нужно исследовать. Так. Значит, парень... Единственное, кто не раздражал. Ну, возможно, потому что вы его любили, либо он был вам нужен. Эээ... Так. В голове прокручиваются вновь и вновь те слова, которые он тогда сказал. Найди себе другого. Ты мне не подходишь. И вот здесь... Тоже очень интересный аспект. Да? Почему интересный? Потому что, эээ... Вас задело то, что он вам сказал. Что... Что вы... Эээ... Ему... Не подходите. А... Вас это задело. Чем? Какие вызвало у вас эти... Эти... Эти чувства? Что это были за чувства? Как бы вы могли описать... Свои... Эээ... Ну... Свои эмоции в тот момент. Понимаете? Это важно. Это важно, потому что... От того... Какие эмоции вы испытываете... Испытали тогда... И с чем они связаны... Зависит то... Что нужно подкорректировать, над чем нужно работать. Например, если он вам сказал, что вы ему не подходите, а вас это задело... То... Может быть... Речь идет о том, что вы... Хотите подходить... Эээ... Всем мужчинам. Или хотите... Эээ... Эээ... Значит, ну... Чтобы вас... Эээ... Там... Обязательно ценили, дорожили вам... И так далее. Эээ... И когда этого не происходит, вы очень болезненно и это воспринимаете. Потому что внутри себя... С темой достаточности... Вы... Эээ... Скорее всего... Не имеете. Вот. Ну, опять же... Я... Не могу, наверное, наверняка. Это лишь... Только... Эээ... Пред... Предположение... Пока что... Дальше... Так... Эээ... До него был другой мужчина, который... Также сказал мне, найди другого, ты мне не подходит. Для него я... Для одного я была старая, для другого молодая, для всех я была милая, но не та. Хорошая, но не та. Красивая, не та. Ты идеальная, но не та. Я молчал, когда слушал это. А внутри себя я просто кричал, а ты вздохнул, но не так. В чем я не пока? Ээээ... что они так реагировали. И вы у них спрашивали, вот что интересно. Вы у них спрашивали, ну как бы пытались спросить, что с вами не так. Тогда как вопрос этот нужно задаваться себе. Я такая, какой хочу быть. Я такая, какой я себя вижу. Какая я женщина, женщина, например. Вот. Что это, ну, отвечаю ли я тем требованиям к себе, да, и образу своему, который у меня есть. Вот. Потому что если не отвечаю, да, то это вот проблема, ну, понятно, кого. то есть я надеюсь, этот аспект, он, эээ, ясен. Что вы задавали этот вопрос, эээ, мужчинам, но в действительности, обращен он был, этот вопрос, эээ, скорее к вам. Дальше. Я пытался все это бросить вновь и вновь, начинаю кушать, и снова возникает оживание, я просто беру и выпиваю. Здесь, скорее, говорят о том, что у вас нет, эээ, устойчивого, взрослого, эго-состояния. Эээ, то есть, эээ, здесь я бы вам рекомендовал бы, например, эээ, когда вот, когда вот, вам, допустим, хочется, хочется, эээ, ну, например, хочется, эээ, что-то такое сделать, да, вот, эээ, я рекомендую вам просто, ну, хотя бы, пока, как вариант, да, эээ, посчитать от 1 до 10, вот, где-то подъехать глубокий вдох, эээ, вот, может быть, может быть, эээ, имеет смысл, эээм, дыхательную гимнастику поделать, может быть, имеет смысл, эээ, 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 релаксацией овладеть, эээ, эээ, может быть, имеет смысл, что это сделать, для того, чтобы вы могли, ээээ, лучше, ээээ, контролировать, ээээ, себя, эээ, ну, я имею ввиду, эээ, свои действия, потому что, вот, когда, вы говорите, что, я просто беру, и там начинаю что-то делать, да, ну, это, по сути, вот, просто слепое, эээ, следование, эээ, своим желаниям, да, это, не совсем, конструктивно, эээ, то есть здесь нужен некий контроль, контроль, здесь нужен некий контроль. А дальше, значит, я смотрю на свое тело, отращение, вижу старую, жирную женщину. Ну, это, опять же, скорее, эээ, интроект, то есть это то, как, эээ, как вам внушили, эээ, какая вы, то есть это, скорее, то, как вам, эээ, внушили. Тут вы видите, вы видите себя, не, не настоящую, а, такую, какую вам, эээ, 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 обрисовали, обрисовали. Вот. И, нужно, приходить, к, эээ, ну, вот, восприятию себя, через, адекватную, эээ, субъективную и безусловную картину. Понимаете? А не, эээ, так. И, и, да, критическую. То есть, мне подвергать, подвергать, эээ, критике, то, что, например, вы видите, то, что вы знаете, вот, вот, откуда, эээ, старая и откуда жирная женщина, если вы везете, эээ, 52 килограмма. И вам 29 лет. Откуда старая и откуда жирная? Значит, это, скорее всего, эээ, позиция совсем не ваша. Хорошо, хорошо. Если позиция не ваша, то, чья она тогда? Возникает вопрос. Да? Если это не ваша позиция. Откуда взялась она, эта позиция? Понимаете, какая сторона? Вот это важно анализировать. это важно исследовать. И, исходя из этого, уже отделять. Где моя точка зрения, где моя позиция, моя собственная позиция? А где позиция другого человека? И какие цели, грубо говоря, у меня, да, и какие цели у, значит, человека, который, который пытается донести до меня вот эту вот мысль свою, что я там какая-то не такая, там, и так далее. и стоит ли вообще обращать внимание на этого человека, если его позиция не направлена на меня? На меня. Так, красивая молодая девочка никуда не делась, она осталась просто, она оказалась погребенной под теми ложными представлениями о себе. Иногда слабительно мешает с алкоголем. Зачем? Для чего? Тут не хватает анализа. Для начала вот это вот это все бы просто проанализировать для начала. Я пытаюсь бороться с собой, то есть подавлять свои желания опять же. Подсказите это болезнь? Не знаю это, не знаю, но все болезни никак не справятся. Раскрыть те аспекты, о которых я говорил, что делать, начать работать с психологом. Так, никак не могу вернуться назад до того, как я начал худеть. Назад вы уже не вернетесь, это детская опять же, что можно вернуться назад. Вот. Опять же, не хватает взрослого состояния вам, не хватает взрослого эго-состояния вам. Вот. Назад вы не вернетесь. Тут нужно просто заново выстраивать новую реальность. Так, ну вот тут вы пишете про симптомы физиологические, да, я не очень понимаю, зачем вы это пишете. То есть, для психолога это все лишнее абсолютно. Вот. Так, ну и значит, запрос. У вас идет запрос экзистенциальный. Зачем я здесь? Для себя. Зачем живу вообще? Для чего? Чтобы получать наслаждение и реализоваться самостоятельно. Комненько, если так хочется детей, то никто не мешает взять из приюта. Их там много, и их там много детей в приюте. И вот, если вы хотите взять реберки, если вы хотите быть родителем, вот, то берите детей из приюта. Вот. Если вы хотите именно своего родного ребенка, то это уже скорее некий такой стереотип, вот, который тоже можно убрать. То есть бороться с собой, бороться с собой, значит, нужно перестать именно бороться с собой. Потому что борясь с собой, вы себя подавляете. Вот. Нужно наоборот раскрывать свои желания, дойти до их истинной формы, ну и собственно приобретать новые навыки, навыки новые как поведение, так и восприятие того, что вы делаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку водорота матч, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!